Сколько мы можем оценить под телефон? Начинаю с того, что я спрашиваю, есть ли у вас документы с собой на него? Купить такой новый 5000 рублей. В скупке за него предлагают лишь 1000. Чтобы выкупить телефон через месяц, придется отдать на четверть больше. То есть, если вам принесли телефон за 4000, который новый стоит, я, соответственно, его оцениваю в 1000, чтобы, если клиент не выкупит его, чтобы мне потом еще на 1000 наценить, и то есть в половину стоимости этот товар продать. Брокер или попросту продавец-оценщик Бубль на уговоры поднять сумму не поддается. Клиентов и так хватает. Даже приходится отсеивать хлам. Со старой техникой в ломбард можно не приходить, не примут. Не выкуплен после стечения срока. Я выставил его на продажу. Ноутбук стоил бы порядка 20 тысяч в магазине. У нас он стоит 10 тысяч. Нестабильность берет челябинцев в залог. Знаковая тенденция времени. В ломбарды понесли машины и бриллианты. Прежде обычно сдавали кольца, часы и цепочки. При возникновении кризисной ситуации вы можете заложить в ломбарде ювелирное изделие, приобретенное в наших салонах и получить на руки сумму 79% от стоимости данного изделия. Новый пошел и клиент. Не то, что раньше. Пенсионеры. Сейчас появляются люди с достатком гораздо выше среднего. Вообще ломбард отличается тем, что вы можете получить деньги за очень короткое время. Чем пользуются у нас? Ломбарды пользуются спросом. То есть те же предприниматели, которым нужно допустим оплатить аренду буквально 2-3 дня. А этот ломбард не для ситуации с пометкой срочно. Сегодня можно заложить и авто. Полцены за железного коня дадут даже на пару лет. А 37% годовых. С машинами в автоломбард приходят те, кто крепко сел на мель. Первое. Автомобиль должен быть не ранее 2001-2002 года выпуска. Мы работаем напрямую с владельцами транспортных средств, с посредниками. Либо с лицами, не являющимися собственником данного транспортного средства, мы не работаем. В скупках говорят, чаще всего вещи выкупают. По крайней мере, так было до кризиса. Как будет дальше, никто не решает спрогнозировать. Но без заработка, понимают процентщики, сегодня уж точно не останутся.